45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя. Автор Максим Батырев. 45 татуировок менеджера – это квинтэссенция практического опыта одного из лучших управленцев России, Максима Батырева, который за 11 лет прошел путь от простого продавца до топ-менеджера, без связей и европейского образования, но с тысячей ошибок и сотней падений. Книга, саммари на которую вы сейчас слушаете, состоит из 45 глав. Название каждой главы – это татуировка, оставшаяся после полученного жизненного урока. Достаточно ли изучить эти правила, чтобы стать эффективным руководителем? Нет. Правила работают, если вы будете их применять, а не ограничитесь прочтением текста. Описанные автором события имели место в компании «Что делать консалт», где Максим строил карьеру. Внутренняя кухня, сложности, проблемы и их решения. Автор обнажает свое менеджерское сердце, а на такой шаг может решиться далеко не каждый. Почему хвалить сотрудников важнее, чем критиковать? Как мотивировать людей в кризис? Что отличает сильного менеджера от слабого? При каких обстоятельствах люди становятся командой? Зачем делать больше, чем от вас ждут? Почему время важнее идеального результата и что делать с офисными террористами? Прослушав саммери, вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы. Татуировки менеджера Татуировка первая. Сначала научитесь играть по правилам, потом придумывайте свои. Всегда надо учиться играть по правилам и не искать волшебные кнопки успеха. Нельзя заработать сразу миллион, если не научишься зарабатывать рубль. Нельзя стать директором, если не руководил отделом. Будучи 14-летним мальчишкой и вдохновившись фильмом Рокки, Максим Батырев мечтал о славе боксера, но на тренировках вынужден был бегать вокруг ринга, разрабатывая дыхалку. Однажды, возразив тренеру и попав в спарринг с опытным партнером, он быстро выдохся и на всю жизнь запомнил, что сначала нужно разобраться в природе правил и мотивах, по которым они были приняты, и только потом придумывать свои. Татуировка вторая. Читайте, осмысливайте. Тренируйте главную мышцу. По оценке Максима Батырева, большая часть его личных достижений связана с прочитанными книгами и последующей рефлексией, довольно быстро переходящей в действие. Автор убежден, книги – это инвестиции, которые возвращаются. Хотите сильные руки? Качайте мышцы на руках. Хотите сильные ноги? Бегайте и приседайте. Желаете быстро соображать, оперативно принимать решения и совершать открытия, нужно качать самую главную мышцу в организме – мозг. Татуировка третья. Отказывайтесь от неверных стратегий. Это проявление силы. Существует мнение, что отступать от намеченных стратегий – слабая позиция. Автор в корне с этим не согласен. Нужно уметь менять стратегию, сворачивать с пути, искать другие модели поведения, пробовать что-то новое, иногда шагать назад, если желаемого не удается достичь привычным путем. Смена стратегии, в том числе отказ от ранее выбранной, может привести к отличным результатам. Максим Батырев учился в военном училище и собирался сделать карьеру офицера. Ему оставался всего год до выпуска, и как раз в это время выходил на пенсию его отец. Удивительным образом, после 27 лет выслуги подполковник вооруженных сил нашей страны остался без жилищного сертификата, который был положен всем военным пенсионерам. После этого отец посчитал своим долгом не дать Максиму сделать карьеру офицера, убедив его в неправильности такого выбора. Максим отказался от намеченной стратегии и, как показало время, оказался прав. Отказаться от неверно выбранной стратегии, значит проявить здравый смысл, взять ситуацию под контроль, вовремя нажать на тормоз и выиграть в долгосрочной перспективе. Татуировка четвертая То, что очевидно для вас, не очевидно для других Эта татуировка появилась в первый же день работы Максима в компании «Что делать консалт» и впоследствии стала правилом номер один его стиля управления. До этого он ни дня не работал в коммерческой организации, а тут ему пришлось сразу включиться в рабочий процесс, о котором он не имел ни малейшего понятия. Ехать на переговоры с клиентом, заполнять отчет, выставлять счет, отправлять его по факсу. Задать уточняющие вопросы он постеснялся, а интуиция в тот момент подвела. Первый рабочий день чуть не стал последним. Правило «То, что очевидно для вас, не очевидно для других» он считает важным для руководителя любого звена. Татуировка пятая Ищите сильных, слабые прилипнут сами Тысячи людей будут ходить вокруг вас и жаловаться на жизнь. Они хотят, чтобы вы помогли им решить их проблемы или поддержали их морально. А еще лучше, чтобы вы стали их единомышленниками. Ведь делать тяжело, а жаловаться легко. Однажды начальник пригрозил Максиму и его коллеге увольнением, если не будет продаж до конца месяца. Коллега и раньше постоянно ныл о том, как все плохо, а после вызова на ковер сразу сдался. Максим же обратился за помощью к другому успешному менеджеру по продажам. И тот настолько зарядил его жизнелюбием, позитивной энергией и успехом, что Максим привел клиента в последний день испытательного срока и остался работать в компании на долгие годы. Встречу с сильными нужно добиваться. Их нужно искать. На них стоит равняться и брать пример. Слабые найдут вас сами. Татуировка шестая Каждого можно простить за ошибку. При определенных обстоятельствах. Наверняка у любого из нас возникали ситуации, за которые было по-настоящему стыдно. Был такой случай и у автора. В ходе переговоров конкуренты предложили потенциальному клиенту большую скидку. Предложить аналогичные условия Максим мог, лишь нарушив внутренние строгие правила. Поддавшись искушению и напору своего руководителя, он это сделал и подписал договор. Но через полгода об этой сделке и других подобных, совершенных коллегами Батарева, стало известно главе компании. Всех уволили. Кроме Максима. Он был единственным, кто считал, что сам совершил ошибку. Не валил вину на других и готов был сделать все, чтобы этот проступок исправить. С того момента Максим Батарев много лет защищает интересы бизнеса, фанатично следит за соблюдением тех самых норм и правил и заставляет каждого сотрудника эти нормы знать и выполнять. Татуировка седьмая. Не делайте работу за подчиненных. Выполнение работы за подчиненных – классическая ошибка всех руководителей, которые выросли снизу. Максим попал в этот капкан сразу после назначения на свою первую управленческую должность – руководителя отдела продаж. Прибыв в отдел со спасательной миссией, он принялся делать то, что умел лучше всего – продавать один за всех. Результат был ошеломляющим. Отдел в первый же месяц работы занял первое место по компании. Максим был суперменом, а его люди все поняли и поудобнее уселись на шею начальнику. С назначением на должность он начал называться руководителем, но не стал им, а его опыт лучшего продавца совсем не означал, что он сразу станет хорошим управленцем. Его главная рекомендация – находите золотую середину, умея отказываться от предыдущего опыта. В то же время не растеряйте его, он может пригодиться в любую минуту. Татуировка 8. Не вступайте в переговоры с террористами Террористом в бизнесе можно считать любого сотрудника, который каким-либо способом вам угрожает. Особые любители таких угроз – подразделения или персонал, обладающие уникальным функционалом. В компании Максима Батырева одна из основных услуг – высококлассная горячая линия, а сотрудники колл-центра – на вес золота. Но в момент перехода компании от стадии предпринимательского лихачества 90-х годов клиента ориентированности весь отдел превратился в террористов. Они были недовольны новыми порядками, считая, что могут диктовать собственнику бизнеса свои правила, за что были уволены в одночасье. В то время хороших специалистов было нелегко найти. И все же глава компании не стал вести переговоры с террористами. После этого менеджеры всех подразделений попеременно работали на горячей линии, пока шел подбор новых консультантов. И ни один из клиентов не заметил снижение качества сервиса. Максим никогда не вступает в переговоры с террористами. Когда подчиненные знают о таком подходе, они не предпринимают попыток шантажа, ведь это приводит только к увольнению. Татуировка девятая. Клиенты – наше все. Любой бизнес зависит от клиентов, но не все об этом помнят. Компания, в которой много лет работал автор, супер-клиентоориентированная. И в этом большая заслуга ее генерального директора, Павла Михайловича Гориславцева. Если вопрос срочный и касается клиента, то можно прервать любой разговор, совещание и даже заседание правления компании. Максим рассказывает о двух случаях, после которых на его сердце появилась татуировка «Клиенты – наше все». В первый раз понадобилось срочно переделать договор после окончания рабочего дня. Юрист, сославшись на то, что его график работы с 10 до 7, отказался. Этим занялся лично глава компании, так как понимал ценность каждого клиента. Хотя на тот момент клиентская база фирмы насчитывала уже более 4 тысяч заказчиков. Во второй раз клиент потребовал живую подпись на договоре вместо фоксимиля. И гендиректор, несмотря на то, что был в отпуске, явился в офис при полном параде и даже прихватил ручку с золотым пером, чтобы лично подписать документы. Деликатность ситуации состояла в том, что представитель клиента, глава юрслужбы, в итоге не смог приехать и прислал простого курьера в самом убогом воплощении из возможных. Но это ни капельки не смутило Гориславцева. Он был самообходительность и вежливость. Ведь это был представитель клиента. А клиенты – наше все. Татуировка десятая. И даже в кабаке вы менеджер. Поведение менеджера в пятийном заведении – обширная тема. Ключевой момент. Менеджер должен организовывать работу и досуг своих сотрудников, если он рядом. Начиная с контроля совместной оплаты счета и заканчивая организацией доставки всех участников по домам в конце вечера. Автор выделяет основные моменты. Когда каждый платит сам за себя, это нормально. Оплата дисциплинирует людей и заставляет более аккуратно относиться к выбору блюд и напитков. Решение простое. Делайте первый заказ на всех и сразу оплачивайте общий счет. Потом каждый может заказать себе дополнительно все, что угодно. Никаких разговоров в духе «До шести я ваш начальник, а теперь собутыльник и друг». Вы – командир. И репутацию, которую вы завоевывали годами, можно испортить за один вечер. Пока вокруг ваши сотрудники вы работаете. Существует два типа начальников. Те, которых уважают родственники сотрудников, и те, которых ненавидят. Если хотите попасть во вторую категорию, то обязательно устраивайте пьянки в день зарплаты. И еще. Никогда не вступайте в переговоры о зарплате, карьерном росте и прочих подобных вопросах на общественных гуляниях. Скажите, что готовы вернуться к вопросу завтра. Татуировка 11. Не работайте с моральными инвалидами. Одна из важнейших татуировок автора – никогда не работайте с людьми, если они сами осознанно не хотят меняться и верить в себя. С самого начала своей менеджерской работы Батарев относился к сотрудникам как к главному капиталу. Уделял время их обучению, мотивировал, вдохновлял и заряжал позитивным настроем. В какой-то момент, почувствовав кадровый голод, решил набрать в отдел свежей крови. На собеседование пришел один безликий паренек. Да и тот не хотел быть продавцом, а мечтал работать курьером. Но Максим не сдавался. Он убедил его попробовать. Два месяца потратил на его обучение и поддержку, считая, что лично несет ответственность за успешность данного сотрудника. Как-то вечером они разбирали аргументы, которые можно было бы привести клиентам на переговорах в пользу работы с их компанией. На утро Максима ждал нацарапанный неровным почерком список. «29 логических причин, по которым я не хочу работать». Время и силы были потрачены впустую, а на память осталась татуировка. Не работайте с моральными инвалидами. Многие менеджеры боятся сказать сотруднику, что он плохо работает. А когда дело доходит до увольнения, высыпают ему на голову мешок упреков. Это неверный подход. Люди должны четко понимать, что от них хочет и чем не удовлетворен руководитель. Важно давать обратную связь, хвалить, когда есть повод, и не молчать, когда результаты неудовлетворительные. Так создается некая система координат. Понятно, что хорошо, а что плохо. А при наличии системы координат всегда работает легче. Такие разговоры не бывают легкими, и всегда есть риск, что человек обидится, но зато преобразится буквально на следующий день. Помните о важности называть вещи своими именами. Это помогает принимать правильные решения. Татуировка 13. Делайте то, что проповедуете. Все разговоры о двойных стандартах начинаются с того, что руководитель сам не соблюдает правила, выполнение которых требует от сотрудников. И это не просто некрасиво, а по-настоящему разрушительно. Татуировка 14. Стая кофе. Не ждите, что будет иначе. Речь идет о так называемом косвенном воспитании, выраженном в микроэмоциях, энергетике, отношении к задачам. Сотрудники по вашим эмоциям и реакциям умеют определять важные и неважные для вас вещи. А что важно для вас, то важно и для них, ведь вы – их вожак. Вы закладываете им эталон правильного поведения, эталон морали, эталон силы воли, эталон убеждений. Руководитель всегда меняет культуру и тренды в своем подразделении, потому что стая копирует вожака. Хотите понять, какой вы менеджер? Посмотрите на сотрудников, которые работают с вами больше полугода. Татуировка 15. Добро должно быть вознаграждено, а зло наказано. Всегда. Это один из самых главных принципов в работе менеджера. Сотрудники ежедневно проверяют руководителя на прочность. Любое осознанно незамеченное вами нарушение – это первый признак того, что скоро все окна будут разбиты. Автор упоминает работу Малкольма Гладуэлла «Переломный момент» и рассказывает о теории разбитых окон, когда маленькие проступки влекут за собой серьезные преступления. Саммари этой книги есть в библиотеке «Смарт-ридинг». Злом считается проступок сотрудника, в котором имелся умысел или который был совершен осознанно. Такое нужно пресекать хотя бы для того, чтобы показать – система управления в компании работает. Добром автор называет исполнение договоренностей, а также любые другие действия подчиненных, которые вы, как руководитель, приветствуете и поощряете. Например, сотрудник остался после работы и помог закончить важный проект, хотя мог уйти домой, сославшись на окончание трудового дня. Наказание – это не только взыскание, штрафы и применение силы, а поощрение – не только денежное вознаграждение, карьерный рост и ценные подарки. Иногда одобрительный кивок или нахмуренные брови могут сыграть ту же роль. Главное – показать, что вы, как представитель власти, все видите и замечаете. Татуировка 16. Учить, лечить, мочить. Учить, лечить, мочить – по сути, этапы работы с каждым сотрудником по выполнению любой задачи. По большому счету, все руководители делятся на три типа. Каждый предпочитает определенное действие. Максим предлагает использовать татуировку поэтапно. Учить. Каким бы умным ни казался ваш сотрудник, вам жизненно необходимо убедиться, что он понимает задачу так, как нужно. Помните татуировку номер 4? То, что очевидно для вас, не очевидно для других. Лечить. Этот этап наступает, если правила оговорены. Сотрудник правильно понимает задачу, но все равно не выполняет ее. Сколько раз лечить? Предположим, первый раз случайность, второй – совпадение, но третий – закономерность. Предупредите при втором случае лечения, что он последний. И дальше произойдет нечто неприятное. Мочить. Наказывать сотрудника. Это может быть что угодно, лишь бы подчиненный испытал личные страдания, и ему больше никогда не пришло в голову не выполнять поставленные задачи. Этот этап, по сути, единственный, где ваша власть и нужна. Во всех остальных случаях лучше ею не пользоваться, а нормально договариваться с людьми. Действуйте всегда исключительно в таком порядке, и все у вас в вашей менеджерской жизни будет прекрасно. Татуировка семнадцатая. Развивать нужно не слабые, а сильные стороны. Когда перед глазами пример успешного человека, добившегося карьерных высот, о которых вы пока только мечтаете, велик риск начать копировать некоторые черты, делая это буквально. Но то, что у одного его фишка, у другого не самая сильная сторона. Зачастую такое поведение выглядит неестественно и смахивает на клоунаду. Лучше сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах и сделайте упор на их развитие. Что же делать со слабыми сторонами? Автор советует минимизировать потери. Не попадать в ситуации, где можно оголить свои недостатки. Татуировка восемнадцатая. Сильные уважают только силу. Не работайте с сильными вообще или становитесь сильнее их. Третьего не дано. В необъявленной войне за власть переговоры зачастую не приводят к желаемому результату. И тогда необходимо продемонстрировать силу, дать отпор неуправляемому сотруднику и поставить его на место. Будьте непреклонны и проведите четкую черту между дозволенным поведением и тем, что вы ни при каких обстоятельствах не будете терпеть. Ваш сотрудник может делать, что хочет и где хочет, но не с вами. Здесь руководитель вы. И если мнение расходится, ему придется принимать вашу сторону. Не готов? Пусть уходит прямо сейчас. Татуировка девятнадцатая. Усиливают команду только единомышленники. Команда людей с одинаковыми взглядами на бизнес, результаты, подходы к работе и, главное, на общие цели, многократно сильнее и продуктивней. Работая с людьми, которые имеют иное мнение, вы постоянно будете тратить силы на преодоление сопротивления. Даже если такой человек всего один, он будет тормозить всю команду. Работайте с единомышленниками. Так эффективней. Проверено. Татуировка двадцатая. Не обсуждайте принятые решения с подчиненными. Один из самых страшных грехов руководителя – это попытка обсуждать со своими подчиненными принятое решение. Не поддавайтесь искушению. Вы можете не встретить поддержку свежей идеи у команды, а дело уже сделано. Это не добавляет авторитета руководителю. Татуировка двадцать первая. Признание специфичности – смерти подобно. У вас специфика бизнеса? Вы работаете в специфичном отделе? Забудьте об этом. Клиент абсолютно всегда хочет лучшее качество за меньшие деньги. И вип-клиент, и самый малюсенький. Даже если ему не с чем сравнивать, он все равно хочет дешевле, чем вы предложите. Каждый из клиентов также хочет гарантий и моментальных решений своих вопросов. И специфика здесь ни при чем. Признание специфики сродни капитуляции. У вас всегда будет оправдание и соблазн сваливать вину за любые свои неудачи, на какие-то особенные обстоятельства, которых нет у других. На собственном опыте Максим Батарев убедился, что выбираются из плохих результатов только те отделы и компании, в которых удалось убить стереотип специфичности. Татуировка двадцать вторая. Хвалите людей. Похвала – это выстраивание системы координат. Сотрудник будет сосредотачиваться на том, за что его хвалят. Хотите вы этого или нет. Главное – хвалить людей только за то, что вы сами считаете правильным. И делать это до тех пор, пока сотрудники сами не научатся хвалить себя за те вещи, которые вы считаете правильными. Это правило работает не только в бизнесе, но и в любой новой ситуации, где вы учитесь новому. Всем хочется делать то, за что их хвалят, и стараться меньше делать то, что у них катастрофически не получается. Кроме того, похвала – это абсолютно бесплатный инструмент мотивации людей. Пользуйтесь. Татуировка двадцать третья. Не рассчитывайте на людскую благодарность. Один из принципов Максима Батырева – возвращать людям добро, хорошие поступки и инвестиции, которые они вкладывают. Он помогает своим руководителям, которые тратят на него ресурсы, родителям, вложившим в него много сил, подчиненным, которые добиваются результатов не только для себя, но и для компании. Он тратит время, силы, энергию, но не ждет благодарности, делает добро и бросает его в воду. Татуировка двадцать четвертая. Команду создает только общее делание. Тимбилдинги и корпоративы, по мнению автора, не особо результативны в построении эффективной команды. Раздать всем сотрудникам краски и кисточки и покрасить вместе двухсотметровый забор гораздо эффективнее для создания команды, чем поиграть всем вместе в боулинг. Потому что совместное делание всегда подразумевает участие каждого, персональный участок ответственности, видимый личный результат труда и видимый общий результат. Так, по случаю пятнадцатилетия компании, Максим должен был участвовать с коллегами в телевизионном шоу и соревноваться с другой командой. Они поставили себе цель – выиграть в чистую, не дав сопернику и шанса. Для этого анализировали предыдущие выпуски программы, собирали возможные вопросы, усердно репетировали, помогали друг другу и в результате выиграли с невероятным отрывом 652-0. Запись этого выпуска есть на YouTube-канале Максима. Этот пример – еще одно подтверждение того, что команда строится на общих действиях, переживаниях за коллег и единой цели. Татуировка 25. Менеджер должен быть крайним. Больше всего сотрудники ценят руководителей за умение лично решать вопросы. Именно умение работать так, будто за тобой никого нет, прикладывать максимум личных усилий для решения вопросов отличает хорошего менеджера от плохого. В конце 2008 года грянул финансовый кризис, и компании Максима пришлось туго. Чтобы не дать людям отчаяться, он снова стал общаться с клиентами, показывая на личном примере. Даже в такое время можно продавать. И кризис – это не только угрозы, но и возможности. Это чрезвычайно сильно мотивировало сотрудников. По итогам года у них было в полтора раза меньше продаж, чем запланировано. У их конкурентов продаж не было вообще. Татуировка 26. Время важнее идеальности. В бизнесе гораздо чаще выигрывает не тот, кто продумал детали и лучше подготовился, а тот, кто рискнул и сделал первым. Пусть кривовато, пусть не до конца продумано, пусть ошибки исправляются по пути, пусть придется извиняться перед клиентами, но вам жизненно необходимо опередить всех и потом громко заявить о своем триумфе. Иначе проиграете. Татуировка «Время важнее идеальности» помогает автору принимать решения в условиях неопределенности. Находить выход в ситуациях, когда ничего не ясно – одна из главных компетенций современных менеджеров. Татуировка 27. Защищайте интересы своего руководителя. Защищать интересы своего руководителя – это не принцип и не убеждение. Это навык. Этому нужно учиться, как езде на велосипеде. Гораздо проще критиковать чужие решения и возмущаться по поводу новых задач. Вместо этого попробуйте вникнуть в мотивы руководителя, разобраться в них, понять и начните ему помогать. В конце концов, у вас общая цель – развитие бизнеса. Совершенно неэффективно тратить дополнительные ресурсы на уговоры, объяснения, а порой и выяснения отношений. Лучше сразу принять сторону менеджера, подумать, как помочь ему в этой ситуации и выполнить задачу быстро и хорошо. Совет руководителям. Когда будете выбирать, кого из сотрудников назначать на роль менеджера, возьмите этот навык за один из критериев. Его нельзя потерять или забыть. Он впечатывается навсегда. Татуировка 28. Люди будут делать, когда легче сделать, чем не сделать. Одно из безотказно работающих менеджерских правил. Идея проста. Если задача не выполняется раз от разу, то подчиненному нужно создать такие условия, при которых выполнить эту задачу ему будет легче, чем не выполнить. Тогда сотрудник, выбирая между двух зол, выберет меньшее, и вероятность выполнения задачи возрастет в разы. Автор не раз убеждался в том, что это правило работает. А когда впервые приехал в Германию, был поражен, что данный подход здесь возведен в национальный культ. Он выяснил, что немцы не нарушают правила дорожного движения. Им это невыгодно. Превысив скорость всего лишь на 20 км в час три раза, вы лишаетесь права вождения на три месяца. Поймают за рулем, посадят в тюрьму. Обратно права можно получить после идиоттен-теста, который всегда предваряют 40 занятий с психологом длительностью 1 час и стоимостью 100 евро каждый. Умножайте сами. Словом, создают в стране такие условия для водителей, что в следующий раз будет легче не нарушить правила, чем нарушить. Все об этом знают и так боятся, что нарушений на дорогах почти нет. Это и есть эффективный менеджмент. Татуировка 29. Выращивайте людей. Это ваша главная цель. Людям нужно давать возможности и надежду. Не бойтесь, что вас подсидят. Если вы сильный, выращиваете людей, показываете отличные результаты своей работы, то ваших лучших сотрудников действительно могут воспринимать как замену вам. И вас действительно могут заменить эти сотрудники. Именно в этом и есть смысл менеджерской работы. Это то, что позволит и вам расти дальше. Более того, выращенная замена есть единственное условие, при котором вы сами растете. Люди, которые работают с вами – ваш основной капитал. В бизнесе нельзя работать все время, накапливая что-то или кого-то вокруг себя. В бизнесе ценятся инвестиции и движение активов. Татуировка 30. Любая ваша идея может быть подвергнута сомнению. Даже если идея хороша и правильна, обязательно ждите того, что ее будут подвергать сомнению. Причина значения не имеет. Перед тем, как предлагать что-либо новое своим коллегам и клиентам, готовьтесь к возражениям и думайте, какие аргументы лучше привести. Эта татуировка появилась у автора после неудачной презентации «Отличной идеи». Он настолько верил в ее гениальность, что не рассчитывал на отказ. Сейчас при презентации «Новой идеи» за круглым столом сидят два-три человека, которым она уже нравится, потому что с каждым из них Максим встречался отдельно и обсуждал перспективность нововведения, просчитывая риски и развеивал возможные сомнения. И ответы на возможные возражения у него готовы заранее. Татуировка 31. Нафиг аналитику во время кризиса. Представьте себе, что на тонущем корабле капитан откроет большую карту, морские уставы и начнет думать над причинами, почему же его корабль идет ко дну, вместо того, чтобы спасать людей. Глупо, правда? В такой момент нельзя копаться в прошлом. Только действия и только вперед. Ни в коем случае не оглядывайтесь, если вы попали в трясину. Любая аналитика, любая отчетность, любая проверка – это шаг в прошлое, шаг назад. Любое действие, направленное на выход из кризиса – это шаг в будущее, шаг вперед. У восточных самураев есть фраза «Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед». Если вы попали в кризис, если вам тяжело, если сил не хватает и хочется все бросить, следуйте правилу самураев, делайте шаг вперед. Татуировка 32. Справедливости не существует. Люди с обостренным чувством вселенской несправедливости – самые серьезные разрушители в вашей компании. Справедливость – очень серьезная манипуляция, и об этом вы с порогом можете заявить своему оппоненту. В коммерческих организациях социальной справедливости быть не может. Хорошо зарабатывать должен тот, кто хорошо работает, приносит больше прибыли, принимает более значимые и весомые решения, отвечает за важнейшие процессы, делает больший вклад в движение и развитие организации. Автор советует помнить – в вашей компании, в вашем подразделении справедливость – это вы. Как вы решите, так и будет справедливо. Не объясняйтесь перед такими людьми. Они все равно не поймут вас и не согласятся с вами. Татуировка 33. Сначала боремся со следствиями, потом с причинами. Очень часто менеджеры борются с причинами, а не со следствиями. Максим Батарев в корне не согласен с таким подходом. Он приводит пример действий из тренинга Тиграна Рутюняна. Если вы заболели и у вас текут сопли, прежде чем разрабатывать комплексную программу лечения и идти в аптеку за медикаментами, а потом составлять план на ближайший год по покупке новых зимних сапог и ведению здорового образа жизни, нужно найти носовой платок и высморкаться. Так и в бизнесе. Сначала устраните последствия и только потом переходите к причинам. Автор убежден. Если бы он не руководствовался такой логикой, его бойцы никогда не изучили бы свой продукт и не были бы самыми крутыми продавцами «Консультант Плюс» в стране. Татуировка 34. Каждый отвечает за себя. Максим придерживается непопулярного мнения. Каждый отвечает за себя. Сам строит свою жизнь. Ставит цели, которые могут быть как совсем приземленными, так и совершенно грандиозными. Но делает это сам. Ответственность равно действия. Причем действия проактивные. Если говорить о работе, то у каждого сотрудника своя ответственность. Руководитель ответственен за создание условий для нормальной работы сотрудника. Передача опыта, материальная и нематериальная мотивация и так далее. Ответственность сотрудника – пользоваться созданными условиями на благо фирмы. Если он этого не делает, бездействует, он безответственный. И это только его выбор. Татуировка 35. Коучинг в бизнесе – зло. Автор не имеет ничего против коучинга, как отдельного направления гештальт-терапии, но категорически не приемлет его в бизнесе, считая антименеджментом. В основе коучинга лежит идея о том, что человек не является пустым сосудом, который надо наполнить, а больше похож на желудь, которому нужно создать благодатную среду, чтобы он пророс и стал впоследствии дубом. Это хорошая методика раскрытия внутреннего потенциала человека, но в управлении персоналом она работает против компании. Холодный подход к функционалу сотрудников повышает эффективность их работы. Коучинг дает людям свободу действий, расширяет горизонты и коридоры, и в 100 случаях из 100 ваши сотрудники захотят заниматься чем-то другим и покинут вас, как это было в компании Максима Батырева. Коучинг и бизнес – разные планеты. Помните об этом. Татуировка 36. Будьте последовательны. Вас начнут отжимать. Любое ваше решение, правило или инструкция воспринимается как ограничение свободы подчиненного. Поэтому вас попытаются отжать. Способов не выполнить ваши задачи будет придумано сотни и даже тысячи. Все будут искать лазейки, чтобы оставаться в комфортном состоянии. И главное, вас каждый день будут проверять на прочность. Есть только два варианта. Либо подчиненные сломают вас, и все вернется на круги своя, либо вам удастся выстроить то, что вы хотите. Совет. Будьте непоколебимы и последовательны. Люди уважают последовательность. Непоследовательность вызывает смех и показывает слабость власти. Татуировка 37. Не верьте людям мечты. Верьте людям цели. Автор делит всех на людей цели и людей мечты. Люди мечты практически не предпринимают действий и очень редко связывают свою текущую деятельность со своими же стремлениями. В отличие от людей цели, которые точно знают, все сегодняшние действия продвигают их хоть на миллиметр, но вперед. Люди цели всегда знают, чего хотят, кем будут, с кем и где. Они постоянно находятся в поиске возможностей. Именно поэтому практически не нуждаются в управлении. Максим Батырев называет таких людей суперменами и считает, что их не больше 10%. Если у вас есть такие люди в подчинении, считайте, что вам очень повезло. Люди цели работали бы хорошо и без вас, работают хорошо с вами и в дальнейшем будут работать хорошо все равно с кем. Будьте человеком цели и управляйте людьми мечты. Без управления им никак. Татуировка 38. Любая неоднозначность трактуется в худшую для вас сторону. Людям свойственно развивать наихудшие сценарии в голове, если у них нет однозначных ответов. И додумывают они обычно не в пользу работодателя. Старайтесь не допускать неоднозначностей в работе. Следите, чтобы у рядовых сотрудников была возможность получить правильную информацию из первых уст. Поощряйте обратную связь. Для этого можно расставить ящики для анонимных писем и время от времени отвечать на них. Так вы будете держать руку на пульсе и сможете вовремя рассказать подчиненным о реальном положении дел, развеяв их страхи и заполнив пустоты своим влиянием. Татуировка 39. Любые ваши слова могут стать задачей. Даже мимолетом брошенные слова в адрес подчиненного могут превратиться в задачу, о выполнении которой вы обязаны потребовать доклада. Побудить к чему-то, а потом не спросить о выполнении, значит демотивировать сотрудника. И чем влиятельней ваша роль в организации, тем больше силы удар вы наносите своим безразличием. Автор считает крайне важным позволять людям реализовывать их главную потребность – быть суперменами в наших глазах. Человек, выполнивший поставленную вами задачу или даже простую просьбу, должен получить похвалу, испытать чувство гордости за себя и за свои действия. А человек, который забил и не сделал то, о чем его просили, должен испытать чувство неловкости и стыда за то, что подвел своего руководителя. Это и есть те моменты, когда люди начинают понимать, их руководители обладают по-настоящему сильной властью. Татуировка сороковая. Единый понятийный аппарат улучшает управляемость. Эффективность подразделения напрямую зависит от того, насколько хорошо люди друг друга понимают. Чем больше у вас общего, тем лучше контакт и тем быстрее ваши сотрудники принимают задачи. Для этого важно создавать и поддерживать единый понятийный аппарат и синхронно развиваться в едином понятийном поле. В своей компании он применяет ряд инструментов для этого. Среди них просмотр сотрудниками кинофильмов, полезных для бизнеса, и обязательное чтение выбранной бизнес-литературы. Новички по истечению шестимесячного испытательного срока даже сдают экзамен по прочитанным книгам. Иногда, чтобы вызвать определенные эмоции и действия сотрудников, он цитирует героев фильмов, и коллеги точно знают, что он имеет в виду. Создание единого понятийного аппарата – один из немногих простых методов повышения управляемости команды. Проверено. Максим Батырев не преклонен во всем, что касается дисциплины. Он считает, что дисциплинарные послабления со стороны менеджеров ведут к прямому снижению результативности. Вычислил он это опытным путем. Как-то разбирал объяснительные записки двухгодичной давности от сотрудников, которые опоздали больше двух раз за две недели. И с удивлением обнаружил, что никто из этих подчиненных уже не работает в компании. По его мнению, опоздание – это первый сигнал для руководителя любого подразделения. При одной и той же повторяющейся ситуации, касающейся дисциплины, вероятность невыполнения задач близка к 100%. Потому что опоздание – это лакмусовая бумажка отношения к текущей работе. Если хотите, чтобы ваше подразделение было боеспособным, требуйте железной дисциплины. От всех, включая себя самого. Татуировка 42. Меняйте слабых на сильных. Если видите, что ваши сотрудники недорабатывают, недовыполняют, откладывают задачу на потом и работают от случая к случаю, прощайтесь с ними. Любые поблажки двоечникам не идут на пользу бизнесу. Конечно, нужно давать человеку возможности справиться, но только не после того, как он уже потерял авторитет в глазах успешных коллег. Делайте это заранее, и тогда сильные люди будут знать, что с вами работать можно и нужно. Татуировка 43. Делайте больше, чем нужно. Не все хорошие сотрудники – хорошие руководители. Специально для подчиненных, желающих расти по вертикали, Максим в свое время составил портрет идеального кандидата на менеджерскую должность, чтобы претенденты знали, к чему стоит стремиться. Один из принципов, позволяющих стать менеджером – делай больше, чем нужно. Когда Максим Батрев стоит перед выбором, кого назначить на новую должность, человека, который работал хорошо, как и многие другие, или сотрудника, который хорошо работал, но делал больше, чем нужно, он всегда предпочитает второй вариант. Расчет прост. Он ожидает, что тот будет вести себя точно так же, но уже в роли менеджера. Важный момент. Делать больше, чем нужно, строго необходимо только в те моменты, когда вы справляетесь со своими основными задачами. Этот принцип Максим исповедует в своей жизни. Его активная жизненная позиция и стремительная карьера доказали. Делая больше, чем нужно, вы создаете себе преимущество на фоне остальных. Татуировка 44. Не бойтесь, когда вы один. Бойтесь, когда вы ноль. Всем хочется работать с сильными менеджерами. С теми, кто завоевывает награды, может сам поехать при необходимости к клиенту, сделать нечто такое, что заставит гордиться своим боссом. Хотите быть сильным менеджером в глазах подчиненных? Тогда не бойтесь принимать решения, брать ответственность за них. Бросайте себе новые вызовы, станьте примером и источником вдохновения для коллег. Будьте тем, кто готов выйти и заявить. «Я сделаю это». И поступайте так до тех пор, пока не добьетесь желаемого. Татуировка 45. Всегда помните, однажды вас уволят. Увольняют всех. Даже Лия Кокку. Даже Стива Джобса из собственной компании. Мы можем только отсрочить этот момент. Но это все равно произойдет рано или поздно. Максим упоминает выступление Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году, где тот говорит о смерти как о причине перемен и лучшем способе избежать мысли о том, что вам есть что терять. Смена работы – одно из главных потрясений, которые испытывает человек за свою жизнь. Именно поэтому к собственному увольнению нужно быть морально готовым. Много лет Максим Баттерев рано утром говорит себе одну и ту же фразу. «Сегодня меня могут уволить». Думать об этом стало так же обязательно, как чистить зубы по утрам. Мысли помогают настроиться на рабочий день, правильно расписать перечень задач и тонизируют лучше любого кофе. Таким образом он создает себе мотивацию выживания. Помните, наше время ограничено и надо все успеть. Помните, что наш сегодняшний день – это не репетиция перед настоящей жизнью, это и есть настоящая жизнь. Заключение Успешная карьера и впечатляющие достижения Максима Баттерева отнюдь не случайность или удачное стечение обстоятельств. Это результат многолетнего труда, упорства, жесткой дисциплины и стремления быть лучшим среди лучших. Он допускал ошибки, но поднимался и шел вперед. Все грабли, на которые он наступал, не прошли бесследно, оставив на память татуировки советы, которыми он откровенно и с юмором делится с нами. Это проверенные опытным путем и доказавшие свою эффективность подхода к работе, управлению, взаимодействию с коллегами и решению нетривиальных задач. Без сомнения, они пригодятся как руководителям, так и тем, кто только в начале карьерного пути. Будьте сильным менеджером, с такими все хотят работать. Дайте повод подчиненным гордиться вами. Совершайте подвиги, маленькие и большие, человеческие и менеджерские. Главное, действуйте. Будьте тем, кто готов выйти и заявить. Я сделаю это. И поступайте так до тех пор, пока не добьетесь желаемого. Всегда помните, однажды вас уволят. Не расслабляйтесь и создавайте себе мотивацию выживания. Она намного сильнее любой другой. Помните, что наш сегодняшний день – это не репетиция перед настоящей жизнью. Это и есть настоящая жизнь. Любите свою работу и цените свою прекрасную жизнь.